Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь у меня на канале. Канал называется ЭКО Котя Лайф. Меня зовут Екатерина, мне 45 лет и на своем канале я рассказываю о процедуре ЭКО, о том, что с ней связано. Также делюсь с вами своей историей и теперь уже рассказываю о своей ЭКО беременности, которая наступила с помощью 10-го, после 10-го переноса. Вот. Всего я ЭКО занимаюсь уже 5 с лишним лет, но это отдельная история. У меня есть видео про это, история моего бесплодия. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Сейчас будет речь о том, какой у меня ХГЧ пришло вчера вечером и, наверное, вы уже видите, что я такая радостная, довольная, поэтому с ХГЧ могу сказать, что все в порядке. В 10 вечера прислали ХГЧ, около 10 вечера, и оно было 2548 на 20-й день после переноса. Напомню, что на 15-й день после переноса оно было 446. Итого простыми математическими действиями умножаем сначала на 2, потом еще на 2, и потом умножаем не на 2, а добавляем еще половинку от 2 дней, потому что у нас прошло не 6 дней, а 5. А как вы знаете, ХГЧ, оно должно примерно удваиваться каждые 48 часов. И вот таким образом я взяла 446, и у меня вышло оно на 20-й день, у меня должно быть 2600 совсем с небольшим. У меня 2548. Это практически то же самое, потому что все индивидуально, погрешность плюс-минус, у кого-то больше прибавляется, у кого-то меньше, но динамика хорошая, я считаю. Динамика сохраняется, поэтому с ХГЧ я, наверное, завязываю, потому что я уже 5 раз бегала, начиная с 8-го дня после переноса. Вы представляете, да я уже 5 раз давала ХГЧ, 4 раза платно в Хеликси и 1 раз бесплатно в своей клинике ЭКО. Поэтому, мне кажется, это уже перебор. 29-го числа я записалась на УЗИ, кто не слышал о предыдущем видео. 14.20 я иду на УЗИ в медицинский центр МедЛаб. Я уже там как-то делала УЗИ именно для ЭКО, когда собирала документы к ЭКО-протоколу, и УЗИ будет стоить вот конкретно такой, на определении беременности, оно так и называется, да, 1750. Напомню, что если записываться у нас в центре медицинском, это будет стоить 2700, и плюс, куда я записалась, он находится рядом практически с моим домом 15 минут пешком, а в клинику мне надо ехать целый час. Туда, целый час обратно, поэтому я выбираю, что дешевле и что ближе, что удобнее. Сейчас я вам расскажу историю насчет женской консультации, вот этой истории с записью. Сегодня я, вчера я легла в 2 ночи, потому что я пришла поздно с работы, опять задержалась, ушла в первом часу и легла около 2. В 7.30 я проснулась, потому что я знаю, что запись по телефону идет с 8 утра, и наверхи там разбираются буквально первые 10 минут, если они есть. Уже 3 дня я пытаюсь дозвониться, но звоню не с утра, а в течение дня. И мне всегда говорят, что все операты заняты, идет сброс. Вот, я начала звонить еще до 8, сначала был просто сброс, и с 8 утра мы начали звонить с двух телефонов с мужем. Я часто так делаю, бывает так легче дозвониться. И там, начиная с 8 утра, с двух телефонов, также говорят, что все операторы заняты, идет сброс. Через 3 минуты, значит, как-то до меня немножко начинает доходить, а может быть это не тот телефон, может быть что-то поменялось. Вот, и я звоню, у меня есть телефон регистратуры. Кстати говоря, вчера я туда тоже звонила и спрашивала, можно ли прийти без записи. На что мне сказали, что беременность это не повод для срочной записи, и записывайтесь через телефон и ждите там свой номерок. Я звоню, долго-долго не берут, потом взяли с таким недовольным голосом, и я спрашиваю, какой у вас телефон для записи. И представляете, оказалось, что телефон поменялся, мне дали новый телефон, совершенно другой, и в общем я звоню, 8.04 тоже было, или 8.05. Вот, и я звоню, и короче говоря, дозваниваюсь, мне девушка говорит, подождите, пожалуйста, на линии. И в итоге я вешу 5 минут на линии, она видимо кого-то там куда-то ходила, потому что тишина, и все, она начинает со мной разговаривать. Я называю номер участка своего, у меня женская консультация находится прямо в роддоме, в роддоме номер 9. Кстати, мне уже написали, написала девушка, которая тоже в этой же консультации, такое совпадение, что вот она со мной. И также пишет, что да, только через телефон, и 2 недели надо ждать. Значит, и она мне сообщает, что номерков к моему врачу вообще нет в принципе. Не на конец марта, естественно, вот никто не отказался, не на апрель, и что звоните каждый день, и может быть появится когда-то, если вы дозвонитесь, да, на вторую половину апреля. Ну, представляете, мой шок, говорю, что, вы знаете, у меня такое срочное дело, у меня, я хочу встать на учет и получить справку о легком труде, потому что я беременна, у меня тяжелая работа физическая, мне надо получить эту справку, и я не могу ждать там вот середины или конца апреля, еще непонятно, когда эти номерки появятся, никто не знает. На что она сказала, ну, давайте посмотрю к другому врачу, я думаю, господи, только бы было поближе, да, поближе время какое-то. И она записала меня к врачу, фамилия, кстати, Шпак, интересно, да, как у одного блогера. Вот, я сразу улыбнулась, мы с мужем поулабались, и она говорит, вот есть номерок, Шпак, на 31 марта на 16 часов. Я говорю, беру, 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 все, пойду, пожалуйста, запишите. Вот, в итоге я иду не к своему врачу, я еще не читала про этого врача отзывы. Вот, я сидела, думала, может быть, поменять врача, есть же такой, да, вариант, не очень мне нравится врач, который у меня на участке, вот, поэтому я начала уже с утра, когда стала читать отзывы про других врачей, но вот про конкретно этого врача я отзывов не нашла, ну, потому что у меня не было времени там особо про всех читать, но обязательно почитаю, да, если она понравится мне, так я у нее и останусь. Так что имейте в виду, дорогие друзья, если вам не нравится свой участковый врач, вот сейчас есть такая, как функция, или есть возможность такая, поменять врача, даже не просто вести беременность, а просто даже наблюдаться, по заявлению это делается или нет, я узнаю, но у меня уже знакомые подружки, они так делали, и если вам врач не нравится, вы можете в этой же консультации выбрать другого врача. Вот такие хорошие у меня новости, короче говоря, 29 марта это у меня будет 6 неделя 3 дня, как я уже говорила, вот я забываю сейчас, сейчас у меня 5 недель получается, 5 недель 5 дней, да, а 29 будет 6 недель 3 дня, и я очень-очень надеюсь, что будет сердцебиение. Примерно я начинаю считать, да, если сегодня 24, значит завтра 25 марта, 25 марта уже должно быть 5 тысяч, 27 марта уже должно быть ХГЧ 10 тысяч, и 29 уже должно быть по сути 20 тысяч. Кто-то мне писал, что достаточно ХГЧ 1000, но я думаю, все-таки это мало, кто-то писал, вообще не зависит от ХГЧ, пошли с маленьким ХГЧ, увидели сердцебиение, кто-то пошел с большим, не увидел, увидел позже. Написали мне девочки, что 7 тысяч достаточно, 7 тысяч у меня буквально уже будет по моим расчетам завтра, и вчера мне написали, что 30 тысяч надо для сердцебиения, но у меня будет 20 тысяч, как бы 30 тысяч у меня еще не будет на 29 число точно, вот. Поэтому, как бы, не знаю, как бы, связано, не связано это, может быть, ХГЧ связано именно с моментом прикрепления, а у кого-то позже, да, прикрепляется, имплантируется, у того позже вырабатывается, либо какие-то особенности организма, что у кого-то больше, быстрее разгоняется, у кого-то медленнее, я не знаю. В общем, пойду 29-го, очень надеюсь, что это у меня будет удачный поход с первого раза определять, но, конечно, у меня уже мысли, что прикрепился один малыш, потому что именно пропорционально двум увеличивается, то есть сдвоение бы было, динамика намного больше. Так, что еще хотела сказать вам? А, насчет, хочу попасть, когда я попаду, значит, 31 марта гинекологу, я хочу еще попросить бесплатное направление гематологу, сказать, что у меня генетическая тромбофилия, возьму с собой документы все, покажу свой сколотый Александр живот, скажу, у меня такие проблемы замерзшие, и, в общем, каким-то образом, я не знаю, наверняка там большая-большая очередь, надо долго ждать, но хочу, так как это очень дорогое довольствие эти гематологи, хочу, конечно, еще попытаться параллельно попасть бесплатно, записаться бесплатно, и очень надеюсь, что у меня это выйдет, но сейчас задача, чтобы все нормально было на УЗИ, вот, и чтобы меня вот отпустили, мне сейчас еще сегодня работать, завтра работать, сегодня у нас уже будет директор, вчера он отдыхал после инвентаризации, и я еще раз сегодня оговорю с ним, обговорю, мало ли он забыл, что меня надо, отпустить такой небольшой отпуск, а возможно, это продлится даже уже по заявлению в отпуск за 2022 год, дают нам, кстати говоря, по две недельки, и я прочитала, есть такой закон, что беременным не обязательно планировать отпуск, они могут взять по заявлению в любое время, ну, это все, как бы, закон, они все на бумаге только, да, а как будет по факту, это уже зависит конкретно, мне кажется, от человека, от вашего директора, от вашего начальства, как вы договоритесь, и конкретно, ну, от случая, ну, от течения всяких обстоятельств, то есть, я понимаю, что законы, они прямо, особенно в России, они так не работают чисто, да, ну, хотя бы есть такой закон, есть на что опираться, и есть чем апеллировать, так скажем, да, потому что уже я начала говорить в магазине, уже все знают, что мне нельзя там вот тягать там вот такие тяжести, на самом деле я подымаю, вы бы знали, вы бы меня ругали, что я подымаю, ну, прям такие огромные, там по 12, по 15, естественно, все подскакивают, поднимают, помогают, и уже как бы не смотрят косо так, что я там кашу, и там выезжаю за счет других, или так далее, вот, хотя бы это, да, то есть у меня тоже есть на что апеллировать, вот эта возможность перевода на легкий труд, вот хотя бы этот документ, то, что беременному положено перевод на легкий труд, у меня есть вот такая, как бы, не подушка безопасности, как сказать, есть на что опираться, да, есть, ну, не указ, а как, есть положение такое, скажем, да, дорогие друзья, кто вставал на учет, пожалуйста, напишите вообще, как это все происходит, долго-недолго, вообще забыла, было это 21 год назад, когда я пришла вставать, ровно, кстати говоря, и я очень плохо помню, я помню, что я не сделала УЗИ, и врач начала говорить, что на ухо еще недостаточно, делайте УЗИ, и вот там было какое-то очень такое недовольство, очень не хотели меня ставить, ну, тут уже будет другая ситуация, буду с УЗИ, напишите, вот, что важно при постановке, какую справку должны дать, я знаю, что должны дать справку для работодателя, да, там какой-то небольшой пособие в порядке, там, я не знаю, 500 рублей или что, и вот эти все нюансы, пожалуйста, кто недавно вставал, у кого это свежо в памяти, мне хотелось бы, чтобы вы мне написали, чтобы я ничего-ничего не упустила, все, дорогие друзья, мне пора уже бежать на работу, вот, я немножко такая сегодня опухшая, уставшая, потому что мало спала, как я говорила, могла встать в 9, в 9.20, но вот из-за этого дозвона, так скажем, до записи в женскую консультацию, мне пришлось встать в 7.30, вот, ну, что делать, бесплатная медицина, хочешь бесплатно, пожалуйста, трать время, так скажем, время, нервы и так далее, все, дорогие друзья, всех была рада видеть, кстати говоря, вчера забыла сказать, продолжается у нас марафон добрых дел, собираем мы денежку на донорские циклетки для Татьяны Рублевой из Кировской области, значит, вместе с Риточкой Магаль, с канала ИКО в Израиле, с Ритой Магаль, ссылку я на канал Риты, кстати говоря, оставлю в описании, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, и оставлю ссылку на прямой эфир, который Рита недавно провела, буквально два дня назад, с Татьяной и ее мужем Владимиром, и там они отчитываются, сколько денежек им поступило, на данный момент я знаю, что уже пришло 42 800, и еще готовится переслать сумма 100 долларов, уже ее передали, и это только вот технический момент, но этого как бы недостаточно еще пока на донорские циклетки, которые стоят 120 тысяч, но уже достаточно для донорского эмбриона, вот, там как раз Татьяна и Владимир, они показывают свой телефон с этой суммой, они благодарят всех, кто принял участие, всех, кто откликнулся, и я обязательно тоже оставлю ссылочку на это видео, и, кстати говоря, реквизиты карты Владимира, вы можете посмотреть у меня в сообществе, в одном из пост я писала, и там как раз есть реквизиты его карты, если надо, кому надо, пожалуйста, пишите в комментариях, я тоже вам скину, все, дорогие друзья, прощаюсь с вами, всех было рада видеть, кто еще не подписался на мой канал, я знаю, что многие смотрят без подписки, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, будут сейчас выходные дни, будет небольшой отпуск, обязательно всем отвечу, все, пока-пока, и до новых встреч!